Друзья, ну что, теперь у меня в гараже новый проект, который я буду доводить, исходя из моих требований и исходя из моих покатушек. Часть за основу всяких разных доработок я взял уже с чата Одес Ремзона. Черт проговорился, ну ладно. И, короче, буду показывать о том, как я дорабатываю свою технику. И также про самую распространенную фишку. Это шноркель и про муфту. Я сделал такую прикольную муфту. Без всяких токарей, без всяких ничего. Она вставится так. Но об этом чуть позже расскажу. Ну, все, погнали дальше. Ну что, друзья, давайте поговорим теперь, что у нас есть, значит, сейчас на данный момент. На данный момент я тут практически большую часть раскидал. То есть я буду ставить рок-шноркель. Покупал я, честно говоря, китайский. Знаете, почему они оригинальные? Да просто тупо не захотел переплативать за банальную эту трубку и банально за рок, который идет в комплекте. Вот. Ну ладно, да бог с ним. Как бы суть, что у нас шноркель будет рок стоять. Мы выводим всякие разные сапуны, доработки всякие разные. Вот. Будем переделывать выход, потому что он, на самом деле, изначально очень классно расположен высоко. И в целом его можно даже и не переделывать. Но решил, короче, уже думаю, выводить, так выводить по полной. Потому что очень часто бывает, где-нибудь заезжаешь, какая-нибудь валда накрывается, чтобы его не заливало. Хотя в целом он очень неплохо сделан. Но, тем не менее, лучше переделать. Буквально чуть, ну, как бы это так, забегая вперед. Далее пойдем. Мозги у меня, как можете заметить, отсутствуют. По причине того, что они на доработках в мотоволне. Самое лучшее, в принципе, я считаю, на данном моменте, кто швит мозги, а не какие-то там псевдо-псевдо-псевдо. Вот, соответственно, значит, я здесь заизолировал. Далее нанесу смазочку вовнутрь. Смазочку использую всем известный Александр. Ну, ничего-то не фокусирует, как бы хрен бы с ним. Вот, далее буду вкидывать варик. Буду герметить с обратной стороны крышку. Потому что очень часто бывает, что затекает вода. То есть шнурки все отлично, изумительно. А обратная сторона крышки, она хреново загермечена. То есть недостаточно для герметизации. Поэтому это тоже нужно делать. Многие, кто этого не делал, имейте это в виду. Ну, дальше пошли. Как бы можно заметить, решетка у меня уже снята. Будет стоять у меня кофр. Кофр будет стоять Panzerbox. Я считаю, самый идеальный формат для того, чтобы ставить сюда кофр. Небольшой, но очень вместительный. У меня уже практически на предыдущих возоцциклах на Grizzly. И на XMR у меня стоял этот кофр. У меня стоял на Kawasaki этот кофр. Я им очень мега доволен. Вообще офигенский кофрик. Что у нас здесь дальше? По баку? По баку смотрите. У нас вот такая петрушка сейчас идет. Соответственно, я не стал перепаивать релешку бензобака. Я ее, соответственно, очень качественно загерметил там. И потом уже вот в такой тройной, так называемый, замотал уже стрейч-пленкой, изолентой и минимизировал попадание влаги. Это проверенный способ будет работать. Короче, вот такая петрушка. Ну, не стал перепаивать по причине оленя и еще. Так. Так, зайду с другой стороны. Значит, что он сделал? Поставил, короче, фитинг сюда. От него инструмента, который зашел прямо... Как? Здравствуйте. Положил уплотнительное колечко, чтобы он держался. И он так достаточно классно держится. Вот, собственно, сапуны. Для тех, кто ищет хорошие сапуны, на самом деле, двухметровые продаются. И заметьте, они при сгибании, они не ломаются. Это очень важно. Продаются в Леруа Миралене. Продаются они по два метра. Ну, в целом, этого достаточно для коротыша. Вот, каждую фишку я, короче, наносил рексантом, герметизировал. Соответственно, видите, теперь у ОДС, как у БРП, идет здесь вот наклейки всяких, того подобное. Так, дальше, что значит, у нас здесь идет? Будет у нас чуть-чуть небольшая доработка по заднему бардачку. Прямо буквальности. То есть, уплотнительная штучка будет идти из-за этого. Бампер задний я подскинул. Я его потом буду... Специально такие вещи продаются у компании Трофи Про, которая занимается. В том же, кстати, вынос буду усиливать в таком формате. Буду дорабатывать выхлопную. То есть, буду вообще разбирать, перенабивать, чтобы был такой приятный басовитый. Значит, колеса ждут. Значит, будут меняться у меня здесь. Будут у меня меняться... Что, 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 что? Будут амортизаторы у меня меняться. Стоковый буду продавать. Они физически, то есть, прям, ну, назовем, нульцевые. Нульцевые. Вот. Как-то так. Что у нас дальше? Так, дальше, парни, у нас, значит, идти будет здесь стоять вынос. Я думал заморочиться сделать, как у Трофи Про. Потом, не, не стал. Решил все-таки... Здесь все-таки вентилятор, радиатор большой, с двумя пропеллерами. То есть, вообще, думаю, охлаждаться будет очень хорошо. Ну, и поставлю сюда вынос от Трофи Про. Единственный, по-моему, который вынос такой большой, мне нравится эстетически. Посмотрим, что дальше. Будем, значит, вот это байдой заниматься. Вот это тоже за герметием. Но, в целом, как бы, всякие вот такие... Будем убирать, увеличивать, наращивать, перепрокладывать. По тросику газа, кстати, у меня нареканий сильных нету. Он не такой жесткий. Ну, я еще, так скажем, смазу сам тросик маслом, чтобы он еще легче. И перепроложу, чтобы он минимально, так скажем, изгибов имел, прямые и не закусывал его. Обработал все вот здесь, вот эту часть, которая самая наиболее страдающая. Это самая большая боль, на самом деле, всех китайских квадроциклов, включая квадроцикл Стелс. Те, кто владели ими, знают, о чем я говорю. А здесь реле-стартеры, как раз, очень часто бывает проблема, знаете, в чем, сквозь контакты проникает внутрь вода, и оно залипает там. Банально, поэтому либо ищите хорошие, либо от Ямахи, либо от Бирпи. Вот этот реле-стартеры очень хорошие, прям долгожители. Ну, в целом, здесь дальше все про... Будут дальше сейчас регулировать клапана здесь, здесь выставлю зазор. Соответственно, впуск 0.10, выпуск 0.15. Вот. Кстати, многие меняют колпачки свечные, но скажу из своего опыта, честно скажу, что на Бирпи вот точно такие же колпачки. И у них стоят вот здесь вот простые, зажимаются хомутиками, пластиками. Те, кто, собственно говоря, сомневается в этом, вы можете взять, ну, найти, посмотреть, любое фото в интернете. Здесь вот реально у них прям зажимается хомутиками. То есть у них тоже есть проблема в этом. Но после зажатия хомутов они все работают, при том, что это с завода делается. Буду подкладывать уплотнительное колечко, ой, не колечко, поролон сюда, собственно, здесь есть такой некий нюансик. Вот. Ну, и самое интересное, которое долго, наверное, многие страдают и мучаются. То есть, ребята, вот такая муфта была изготовлена из говна и палок, по-хорошему, шучу. Она была сделана из переходной муфты, далее вставляется муфта вовнутрь, и та муфта, которая в комплекте идет к этому шноркелю. Ну, далее вы обрезаете, подрезаете под размер, и получается такая переходная муфта. То есть, шпоньк заходит, шпоньк одевается. Ну, примерно так я просто быстренько на руку накидал это все делал, потому что этот болтающийся нужно будет вот сюда нанести изоленту, чтобы он так, тык, поплотнее заходил. И вот, собственно говоря, все практически готово. Рок есть, вынос есть, все гнать можно. Так, далее у нас что, пойдут сюда фары иксы авроровские. Конечно же, они, ребята, что лучше, потому что люстру не хочу. В моем мнении, это уже прошлый век, и лучше ставить сюда иксовую люстру. Ой, не люстру, а фары, собственно говоря. Это я пока оставлю. И буду, и это впоследствии, наверное, добавлю еще. Лебедку буду менять. Так, а на что я буду менять лебедку? Лебедку буду менять на SuperVinch LT 4000. Почему она, и не Тера? Объясню, Теры практически очень мало в ком, а сейчас их в наличии. Это первое, второе. У меня была трехтысячная ЛТ-шка. Если ее с самого начала перенабить смазкой, то есть она, при том, что, кстати, она на синтетике идет у меня. Смотрите, синтетика в комплекте. С клюзом сразу идет уже, вообще прям офигенская лебедка. Крутит шустро. Усилие в тонну 800. Ну, прям вообще. У меня уже была, говорю, трехтысячная. Если набить смазки, они не пьют воду, ничего там. Не надо никакие сапуны там вкручивать. Не надо никакие там, как часто бывает, люди вкручивают пресс-масленки для шприцевания. Ничего этого делать не надо. Вначале набить нормальной смазкой, и все будет хорошо. В общем, вот, что будет. Значит, у меня также в продажу уйдет новая лебедка с Содоса. У меня уйдет в продажу новые аморты, которые в целом работают, отзываются на регулировки, скажу так. Не супер прям, но они отзываются. Вот как-то так. Значит, что еще? Багажный, кстати, буду ставить. Я буду ставить без решетки по багажной. Я буду использовать только сами дуги ставить. И в целом буду как-то вот это дорабатывать. Вот здесь, значит... Здесь, знаете, ничего нового я не придумал. Стандартная тема пойдет. То есть я где-нибудь в каком-то этапе здесь обрежусь и дальше уже пойду банально. Банально пойду уже на выход туда. Вот, наверное, как-то так. Впоследствии еще поменяю руль. Еще пока не купил руль. Буду, соответственно, его смотреть, какой из них подойдет. Вот, ребята, значит, вот так поэтапно буду идти, двигаться вот таких доработок. Работы много, вам скажу так. То есть в целом, если вы берете Матпро, вам этого по большому счету делать не надо. Только вот прямо на минималочку. Но если по-хорошему взять Матпро, простую версию литрового кротыша, он выгоднее получается вот с этими доработками. Потому что по большому счету поставив выносы там одни деньги, поставив, например, там шнорка, это другие деньги. Потому что некоторым бамперам вот этой вещи не нужно. Но придется доработать с баками, шмаками и всякими-всякими-всякими остальными вещами. Но вы экономите на этом, имейте в виду. Надо просто вот взять математику, посчитать там колеса нужны, не нужны, 28-е, 30-е и так далее, так далее, так далее, так далее. И я посчитал, мне получается выгоднее, если я его вот так вот доработаю. Вот. Ну и еще, знаете, какой момент получается, что когда вы берете такую версию, вы можете ее эксплуатировать, пользоваться. А, например, нам от прошлого не хватает, то тоже такой формат очень интересный. То есть вы квадри купили вот на них, а постепенно-постепенно дорабатываете по мере своих финансов возможностей. Поэтому в этом плане UDOS тоже очень здорово. Они молодцы за эти деньги, которые сейчас предлагаются. Конкуренты ничего не предлагают. То есть они предлагают с меньшим по мощности мотора. А здесь предлагается литровый. Литровый коротыш, который я как хотел, именно вообще офигенский. Плюс на прошивке мотоволния прям... Ну что, ребята, буду дальше ей, собственно, показывать, рассказывать вам. Смотрите, наблюдайте. Погнали! ПО ТВ Продолжение следует...